Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный в студии Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно начнем со статистики. На ликвидацию пожаров и загораний в Минске с начала года спасатели выезжали уже более трех тысяч раз. За это время жертвами огня стали 11 человек, 29 пострадали. Из опасных зон были спасены и эвакуированы 280 человек. А сейчас подробнее о том, какой была ушедшая неделя в сводках спасателей. Минск чрезвычайный. Началась неделя относительно спокойно и вплоть до четверга серьезных по своим последствиям происшествий в городе не было зафиксировано. Много было предположений у минчан, когда утром в четверг они увидели черные клубы дыма в районе станции метро Фрундзинска. Загорелось имущество в кухне двухкомнатной квартиры в одном из домов на улице Короля. Бойцы МЧС быстро справились с пламенем на третьем этаже. Обошлось без пострадавших. Причина произошедшего устанавливается. Вероятнее всего, короткое замыкание электропроводки светильника стало причиной загорания имущества, перекрытия и стропильной системы кровли производственно-складского здания на территории одного из строительных магазинов по улице Казинца в субботу утром. В результате ЧП повреждено имущество и кровля здания. К счастью, обошлось без пострадавших. Чтобы не допустить подобное происшествие, МЧС напоминает. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и не перегружайте электрическую сеть. Пользуйтесь только исправными розетками, выключателями и другим электрооборудованием. Минск чрезвычайный. Слишком горячей оказалась печь в субботу вечером в деревянной бане на улице Ромашкина. Здесь загорелась деревянная отделка парилки и стропильной системы кровли. Обнаружив пожар, погорельцы тут же позвонили в 101. Прибывшие работники МЧС оперативно справились с огнем. Причиной пожара стало нарушение эксплуатации печи. Ее перекал 19-летним сыном хозяйки. Чтобы при эксплуатации печей у вас не случился пожар, помните, печь лучше топить 2-3 раза в день и не более полутора часов. Это позволит избежать ее перекала. Также в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины. Не оставляйте открытыми без присмотра топочные дверцы и топящуюся печь. И ни в коем случае не используйте при ее растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не менее чем за два часа до того, как вы пойдете спать, топку печи необходимо прекратить. В воскресенье в столице произошло не совсем обычное происшествие. Загорелся прицеп с декорациями и костюмами. Пожар произошел в полшестого вечера. На улице Репина снимали кино и вдоль дороги были припаркованы киносъемочные прицепы дачи и кемперы. Они используются для отдыха актеров и персонала в качестве гримерок, а также для хранения и перевозки оборудования декораций костюмов. Один из прицепов Купава загорелся. Очевидцы тут же вызвали спасателей. Пожар оперативно ликвидировали, однако костюмы были окончательно испорчены. Предполагается, что инцидент случился в результате короткого замыкания электропроводки. Минск чрезвычайный. В ночь с воскресенья на понедельник на улице Павловского полыхала легковушка. Информация о происшествии спасателям поступила в три ночи. И хотя работники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, огонь полностью уничтожил легковой Опель Корса. Пожаром также оказался поврежденный припаркованный рядом автомобиль Мазда. Предполагается, что случившееся дело рук поджигателя. Меньше месяца остается до Нового года и праздничное настроение уже витает в воздухе. Однако для работников МЧС это напряженное время, так как на прилавках появляется большое количество всевозможных пиротехнических изделий. А проблем и травм, связанных с этим популярным видом новогодних развлечений, с каждым годом меньше не становится. Поэтому спасатели объявили безопасный Новый год. Это профилактическая акция, первый этап которой стартовал вчера. Особое внимание правилам использования салютов и петард, поведению на водоемах зимой и безопасности во время зимних каникул. Работники МЧС с внушительной группой поддержки, в ее рядах юные спасатели пожарные и главные герои Нового года, посетят места продажи пиротехники, школы, интернаты. Навестят детей из неблагополучных семей. О правилах безопасности расскажут и на катках, ледовых аренах, а также в торговых и развлекательных центрах. Я же с вами прощаюсь до следующего вторника. Хорошего всем дня! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!